Итак, добрый день, добрый день. Мы начинаем 20 занятие в главе 2. Глава 2. А, это же прямая трансляция. Итак, мы продолжаем изучать перхевод по учению отцов. Сегодня у нас 2 глава, 20 мишна. Все. Раби Тарфон, Омэр. Раби Тарфон говорит. Значит, кто такой Раби Тарфон? Известно про Раби Тарфона, он был как раз... Раби Тарфон. Ну, так звучит не очень по-еврейски, да, Тарфон. А Дигнаш Тарфон. Но, может быть, и в последнее время я не встречал детей, которые мы называли Тарфоном. Так что, это не очень популярно сейчас в современном Израиле. Значит, ну, что известно про Раби Тарфона? Он был, есть спор, он был друг Раби Тива, или учитель Раби Тива, или учитель и друг Раби Тива. Значит, они были учениками, получается, Раванехана на Бензакая. Чуть-чуть они его застали. И уже ученики его учеников. Вот эти вот пять главных учеников, которые мы перечисляли, они были где-то их ученики. Учились у Раби Юшуа, это известно. И вот Раби Тарфон, про него еще известна такая вещь, он был очень богатый. У него были виноградники, корабли, там, все. И он был очень богатый. И он говорил, значит, какое у него было направление, сейчас мы знаем, которое его привело к тому, что он был Раби Тарфон. То есть, все, кто есть в Мишне, они могли оживлять мертвых, они знали, там, суть мира, то есть, они знали всю Тору. И, значит, он был в Торе великим, и он был очень богатый. Так, что он говорил? Он говорил так, айонкаца. Говорил, день короток. Ваамлаха, Меруба, работы много. Это многие люди, которые действительно в жизни успевают много делать, это их внутренняя установка. Айонкаца, нет времени, не надо тянуть, надо действовать. Айонкаца, день короток. Ваамлаха, Меруба, работы много. Ваа Аалим, оцелим, рабочие, бездельные, они рабочие, ленивые, оцелим. Причем здесь имеется в виду и рабочие, просто рабочие. Есть в Талмуде Баба Меце написано, что если ты хочешь быстро обеднеть, найди рабочих и за ним не следи. То есть это как такой рецепт к бедности. Ва Сахар Арбе. Награда велика, продолжает он. То есть награда велика, сейчас мы разберемся во всем. Ве Бааль Абайт Дохек. И хозяин дома он толкает, двигает. Значит, ну естественно, в первую очередь, Пертеевод, это Тора. То есть и все, что здесь написано, это о служении Богу. Это не просто там какие-то советы о жизни, да. То есть весь Пертеевод, он построен на Второй Мишне. Вторая Мишна Пертеевод, в первой главе, это Шимона Цадик говорил. На трех и час стоит мир. На Торе, на служении Богу. И на чем? И на добрых делах. И все Мишна Йота, остальные, они в принципе, разъясняют одну из этих трех основ. Они относятся к одной из трех основ. И когда Раби Тарфан говорит, что день короток, работы много, рабочие бездельники, награда большая и хозяин дома толкает, он говорит о чем? Он говорит о служении Богу. То есть это Аудан. Он объясняет, что Айом Кацар это жизнь коротка. То есть многие думают, что жизнь она длина. Но еще сказал Илель, конечно, не говори так, когда я освобожусь, поучусь. Может не освободишься. То есть очень много людей, они еще за час до смерти своей не знали, что они умрут. И это тоже написано в Каэлике, что рыба, пока ее в сетью не вытащили, она не знает, что ее сейчас в сетью вытащат. И там животное, пока оно в ловушку не село, оно не знает, что оно в ловушке. Она уходит за минуту до смерти, оно не знает, что уже все закончилось. И так же человек, он ходит под Богом, да. И вот я тоже думал, там большинство, ну вот люди там волнуются, переживают, какие-то там депутаты, ну там бизнесмены. И вот они прям до последнего дня, которые умерли не уже там в старости, а вот в молодости. И вот они до последнего дня, у них куча дел незавершенных, куча, они бегут. А потом так все в один момент заканчивается. И это происходит сплошь и рядом, это не там единичные случаи, да, это, я не знаю, ну неожиданно умирают практически все. То есть я думаю, что 90, ну не 90%, но процентов больше 50 точно, умирают неожиданно. Не тогда, когда ожидают, что они умируют. И он говорит, помни об этом, айом кацар, день короток. И в Амлаха-Марубай работа много. Какая Амлаха? Значит, Амлаха это служение Богу. То есть здесь есть митцвод, есть заповедь, есть исправление себя, исправление мира. То есть человек, он является таким перерабатывающим элементом, который перерабатывает, вот взял там кофе, попил. Значит, и пошла это в духовную энергию. А могло пойти не в духовную энергию, могло просто пойти в какую-то там... То есть человек, он перерабатывает окружающий мир и выдает что-то в этот мир. Он выдает что-то, или он выдает духовную позитивную энергию, или он выдает негативную энергию. То есть это... Но работы много, то есть можно делать митцвод. Еврей говорит, сто благословений в день. Сто благословений. Сто раз нужно, не можно, а нужно, сто раз нужно сказать, благословен ты Бог, там, на то, на это, за то, за это, все эти благодарности. То есть, когда ты говоришь барух, благословен, то ты добавляешь присутствие Бога в этот мир. И очень важно поэтому, когда ты говоришь благословение, нужно говорить громко, чтобы другие могли ответить амэн. Амэн это типа, мы с тобой поддерживаем, истинно то, что ты сказал. Слово амэн. Когда кто-то говорит благословение, и вы его слышали, нужно сказать амэн. А благословение нужно знать и говорить их от всего сердца, что вот в этот момент ты как бы приводишь Бога в этот мир. И само слово барух, а в нем это зашифровано. Бет это 2, рейш это 200, кап это 20. То есть идет как бы все вот эти цифры с возрастанием на 10, на порядок по математическому. Теперь дальше. Млаханруба, это мы уже знаем. Вы опали мать лип. Кто это опалип? У человека есть главный работник, это он самый есть. Самый его тело, это работник, его дух, есть тело у человека, тело это мясо, ну как бы 10 килограмм мяса. Теперь есть нефеш, животная душа, то что называется, это программное обеспечение, которое заставляет это мясо двигаться. И оно очень интересно, то есть это удивительно, что достаточно просто подумать и рука поднялась. А чтобы кровь туда пошла и принесла кислород в клетки и ушла, вынесла углекислый газ, даже думать не надо. Она сама все делается. То есть настолько это программное обеспечение нефеш автоматизированное, инстинктивное. Но тем не менее это представьте, запрограммировать такого робота. Вот как, если мы возьмем программное обеспечение и попробуем запрограммировать куклу, чтобы она делала все те же действия, которые может делать человек на автомате. Это нужно очень, ну люди, во всяком случае, пока не додумались до такого процессора серьезного, как человека. Это все животная душа, нефеш, она находится в крови. Причем представляете, вот как это все, как это, например, попадает заноза в палец, внутри сразу включается программа. Туда, к этому месту устремляются такие лейкоциты, они окружают это место, они погибают, убивают микробы, образуется гной, чтобы закупорить это и чтобы вытолкнуть эту занозу. Там включается программа заживление, кожа начинает заживляться, опа, все произошло, вообще удивительно. Значит, это нефеш. И почему же она ленивая тогда? Почему сказать, что тело человека ленивое? Почему большинство людей не делает зарядку? Почему большинство людей мало двигается? Почему большинство людей предпочитает проводить время на диване у телевизора? Потому что они ленивые. Вот тут написано, опалим, ацелим. То есть это Тора как-то установила, что работник ленивый. Но почему он ленивый? Зачем Бог так сделал? Непонятно, пока непонятно. Но есть у человека такая штука, называется руах. Руах это дух его, воля. Воля, намерение, это все в этом слове руах, дух. Значит, вот это намерение. Вот сидит человек, он такой удобный, ему в кресле сидит он. Потом он, хочу. И он, что такое хочу? Это у него появляется намерение что-то взять. И вот это намерение что-то взять, оно опа поднимает эти килограммы с дивана. И состояние покоя переводит в состояние движения. Получается, что вот представьте, такой вес тяжелый, все. И тут надо, и он такой, хочу, и встает. Да, это вот, его вот это хочу намерение, руах, да, он заставляет человека двигаться. Но у многих людей нет его. Почему нет? Они, у них нет сильного желания. Как-то оно у них тоже подогломалось, не знаю. Есть люди, у которых очень сильное желание. И они даже, есть вот, например, Ник Вучич, без рук, без ног. Как он без рук, без ног, но у него такое желание жить, двигаться, достигать, что у него эта сила желания, она его без рук и без ног заставляет. Он может делать практически все. Он написал книги, он женился, у него дети, он заработал миллионы долларов. Все почему? У него эта сила желания настолько велика, что его ничего не может остановить. И он маленькими жажками, через неудачи, гребет, ползет, все, но он не останавливается. То есть у него сила духа, сила воли вот этого, сила намерения. У него дико велика. И дальше, дальше говорит нам Раби Тарфа. Он говорит, смотрите, может быть вы потому и ленивые, что вы не знаете, что большая награда. То есть когда человек находится без движения, то в принципе ему и так нормально. Ну то есть, и чтобы двигаться, нужен смысл. Нужен смысл. То есть как бы умный человек, Тора уже дали для, то есть еврейский народ, открылся им Бог. Они были все на уровне пророков. И когда ты видишь, что в принципе жизнь она скоротечна. И она настолько скоротечна, по-любому она закончится. Так может возникнуть тогда как бы желание стать таким гуддистом. Ну а зачем вообще двигаться? Если все равно все пройдет, если все равно все фигня, если все равно все эвели-эвели, все паров, все суета-сует. Так можно стать как буддист, не дай Бог, да, и не двигаться. То есть просто все бессмысленно. Он велит, не говорит, не бессмысленно. Есть две причины, зачем двигаться. Первая причина – мотивация в плюс. Какая мотивация в плюс? Кнут и пряник. Он говорит, Сахара Раби, награда большая. Какая награда, он скажет в следующем мишне, будет 21-го мишна, с Божьей помощью завтра. Награда большая – это вечная жизнь, это рай, алаба, грядущий мир, вечность и так далее. То есть это как человек, который, если он играет в компьютерные игры, он может выйти на следующий уровень. У него есть запас жизни, у него есть там оружие самое современное, машины классные, все. Есть такой бездельник, который плохо прошел уровень первой игры, и он туда вышел, у него уже жизни нет, такой дохлый, какой-нибудь сил нет. Все, и он вышел в следующий уровень. Ему смысла нет, на следующем уровне он будет тогда, ну, то есть аутсайдером. И вот он говорит, Сахара Раби, награда большая. И награда – это любое действие, там, заповедь, митцва, умноженное на бесконечность, дает бесконечно большую величину. Поэтому он говорит, смысл есть двигаться, смысл есть двигаться, служить Богу, смысл есть. И второе, он говорит, ну, в принципе, это и вариантов у вас нет, не двигаться. Потому что Балябайт, Духек, это мотивация Кнут, он говорит, Бог все равно вас заставит двигаться. Посмотрите на всю историю. Если речь идет сейчас о евреях, которые поклялись Богу на горе Синай, служить Богу, да, и которых он назвал, вы мне, говорит, рабы были рабами в Египте, стали рабы мои. И когда евреи каждый на лейл-сетер, на пасхальную ночь, они говорят, а Вадима Иену, ли порогу Минсрая, мы были рабами у фараона в Египте, и если бы ты нас не вывел, Бог, то и мы бы, и дети наши, и дети детей наших, были бы рабами до сих пор. И поэтому то, что ты нас вывел, дал нам Тору, дал нам все, что мы должны делать, и сделал народом священникам, народом священников, так мы тебе уже на сами нишма сделаем все вообще, и даже не будем вопросы задавать. И все, значит, поклялись, Бог поклялся, говорит, если будет все хорошо, будет все хорошо. Если нет, Он говорит, звеняйте, и перечислено на Торе, почитайте, что Он обещал еврейскому народу. И Его Богообещания сбываются на всей истории существования еврейского народа, только вот начинается какие-то ходьба, в другие там веры, в другие какие-то, ну, отойти от служения Богу, сразу проблема. И это должен помнить каждый еврей, обязательно должен помнить, что другого пути нет, вариантов нет, да, никаких. То есть Бог, Он не шутит, и у нас есть только или Сахар Арбэ, или награда огромная, или ба-ля-байт дохек, или ба-ля-байт, хозяин дома, он дохек, он его заставит, заставит по-любому. Вот что нам сказал Раби Тарфан, который был очень умный, богатый, ответственный человек, и напоследок я расскажу про него историю, как Раби Тарфан, он своему другу Ативе решил помочь, Раби Атива, и говорит Атива, говорит, вот тебе деньги, говорит, купи виноградник. Виноградник. Написано в Каэлите, что вообще самое лучшее, даже царь по рабочем земле, и сон земледельца, он сладок и приятен, много или мало он кушал. И Раби Тарфан, умный был человек, он говорит Раби Ативе, на эти деньги купи виноградник, купи виноградник, будет у тебя виноградник, сдашь его арендатору, арендатор работает, вращивает виноград, отдает тебе твоих там 50%, 30%, я не знаю, как у них были договоры с арендаторами, и ты себе спокойно живешь. Раби Атива говорит, классная идея, все, давай деньги, взял у него деньги, проходит какое-то время, они встречаются, Раби Тарфан говорит, ну что Атива, говорит, как виноградник твой. он говорит, ну пошли покажу, значит, идут они, приходят, значит, стоит дом, они заходят в доме, сидит маленькая Иршива, значит, люди учатся, изучают Тору, а он это все им оплачивает, Раби Атива, да, платье на инсипенде. Раби Тарфан говорит, Раби Атива, я же тебе дал виноградник купить. он говорит, да, конечно, еврейский народ, это виноградник Бога, а плоды, он говорит, так это плоды будут, то есть ты вкладываешь в этот мир, он говорит, а я понял, что самое-то главное, это тот мир, и он говорит, поэтому вот мой виноградник, только я все плоды получаю на небе, да, то есть на вечно, они на вечно мои. И то же самое сказал был царь Бумбас, такой был, рассказывается история, в трактате Бумба Басра, что был такой царь Бумбас, который приехал в Израиль, посмотрел, посмотрел там, ну, узнал истину, как все работает, и все деньги раздал, все сокровища, и ему пишут его родственники, говорят, ты что, все там поколения царей собирали, а ты все раздал, он говорит, ну, правильно, они для кого собирали, то есть они что, они собирали для кого-то, а я собрал для себя, они хранили и боялись, что украдут, а я отдал, но оно теперь все мое, и у меня никто украсть не может, они хранили для этого мира, копили, а я собрал себе для мира грядущего, и получилось, что кто прав, я прав, потому что они все, ну, получается, что они все, все люди, которые работают ради этого мира, они работают в пустую. Еще раз, Раби Тарман сказал, день короток, работы много, работники ленивые, Сахар Арбе, награда больша, и выхода нету, барабайт дохек. Все, за работу, счастливо, хорошего дня.